Но я вот еще, дайте мне пару минут, потому что я хочу объяснить. Нас же постоянно закрывают, выгоняют, приглашают, и вот это все идет по кругу. Когда мы нужны, нас приглашают. Когда мы не нужны, нас снимают. 29 декабря 2013 года Интер, телеканал, отказался продлевать с нами контракт. У власти был Виктор Янукович, а на Майдане начиналась революция. До этого, 29 ноября, вот прекрасно помним этот день, мы возвращались в Вильнюса, вошли вот в эту студию, начали программу на Интере. И когда приехал Виталий Кличко, когда приехал Арсений Яценюк, а когда приехал Олег Тегнебок с Майдана сюда сделать заявление, вот Мустафа тогда уже говорил, что с студентами что-то может произойти, было такое ощущение. И нашу программу внезапно прервали и поставили сериал. И после этого, как я уже говорю, прекратили контракт с нами. Мы оказались на Первом национальном канале потом. И я первый раз об этом говорю в прямом эфире. Мы оказались на Первом национальном в основном благодаря Юлии Тимошенко, за что я до сих пор ей благодарен. Она вышла из тюрьмы. Она вышла из тюрьмы, она говорила с Арсением Яценюком, и мы оказались на Первом национальном. Но до того, если вы помните, до того, когда нас не было в эфире, когда нас убрали совершенно с Интера, за день до бегства Януковича мы внезапно вышли на Пятом канале, который я благодарю, они нам дали возможность выйти. И тогда, в тот день, мы поставили на голосование вопрос. Должен ли Виктор Янукович добровольно уйти в отставку? Добровольно. И тогда это голосование выглядело так. Мы задали вопрос в лоб. Должен ли президент уйти в отставку добровольно? Мы получили 87% да. Вот 84%, простите, пожалуйста, да. Что такое со звуком? Я не говорю, что это обязательно было поэтому, но странное совпадение. Янукович покинул страну. Новая власть, все хорошо, мы работаем на первонациональном, ну и, конечно, рассказываем то, что происходит в стране и даем слово всем. И в какой-то момент приезжает ко мне уже новый генеральный директор, руководитель первонационального канала и говорит, политики больше, политики у власти больше не хотят вас на первонациональном, никого. Вот вас не хотят. Все. Ваш контракт будет прерван. Они прерывают с нами контракт. Я ему в этой беседе сказал, Сурабал Асаний, ну, не будем у вас, будем на другом канале. Боже мой. Он мне сказал, мне сказали люди во власти, что вы ни на каком канале не будете. Ни на каком. Вам все пути закрыты. Ну, мы оказались на 112 и 24, это невеликие каналы, то есть небольшие, я имею в виду, чтобы люди просто не обижались, они небольшие. Ну, все равно каналы выходили в эфир, и в тот момент мы поняли, что надо начинать создавать свой. Потом была история с 1 плюс 1, когда две программы прошли, а потом нас выкинули просто из прямого эфира, потому что мы не собирались договариваться с властью, которая не хотела обсуждать, чтобы мы обсуждали дело Мусичука. Вот почему мы не должны были его обсуждать, я так и не понимаю до сих пор. Так что вот такова ситуация. А почему 22 апреля, вот я вам скажу, вот я не конспиролог, я вообще не люблю конспирации, но это пятница. Пятница рабочий день, поэтому запрос Министерства социальной политики в фонд, извините, в фискальные органы датирован 22 апреля. Но 22 вечером в этой студии мы задали вопрос, есть ли у президента Порошенко политическая воля, покажите мне это, я уже точно не помню, политическая воля реально реформировать прокуратуру. Примерно это так звучало. Есть ли у президента Порошенко политическая воля, вот полностью, как в Чехии, преобразовать, искоренить коррупцию прокуратуре. Просто искоренить, как это было сделано в Чехии. Вот это голосование было 22-го, документы датированы 22-го, и я не считаю, что это случайность. Вот не считаю и все. И поэтому, знаете, вот народ я изменить не могу, а политикам, которым народ не нравится, я предлагаю себе искать другой народ.